Привет, друзья! Итак, в США бушует шторм, Европа в огне, в Испании пожар, наводнение в Корее, вспышка на солнце, а еще землетрясение сотрясло Украину и Турцию. Интересуют такие новости? Тогда поддержи нас лайком и комментарием, это важно. Ну а с вами самый ненаучный канал Сэйншоу. Итак, начнем с наводнений. В Северной Корее ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наводнений. Напомним, что на днях из-за разгула стихии в Северной Корее тысячи жителей оказались в затруднительном положении. По данным государственных СМИ, более 4200 человек эвакуировали, а вообще наводнения тут происходят довольно часто. Сезонные дожди и муссоны фактически превратили наводнение в ежегодное явление в стране. Как пишут эксперты, есть опасения, что это может нанести ущерб сельскохозяйственному сектору Северной Кореи, который и без того находится в уязвимом положении из-за гористой местности. Мощная вспышка на Солнце вызовет новую магнитную бурю на Земле. Напомним, что июль закончился мощной вспышкой класса Х, а сейчас обещают вспышку максимально возможного уровня силой Х1,5. Также отметим, что по словам ученых, слабая магнитная буря класса G3 случится на Земле уже ближайшей ночью. Уровень G3 соответствует сильной буре, способной воздействовать на энергосистемы. Днем ранее три мощные вспышки класса М произошли на Солнце, сообщили в Институте прикладной геофизики. Причем самая мощная была зарегистрирована в 11.46 по московскому времени. В Челябинске ураганный ветер принес тяжелые грозовые тучи. Ливень затопил улицы, ветром вырвало с корнями деревья. Последствием ураганов в Челябинске делятся местные жители в социальных сетях. На улице молодогвардейцев затопило дорогу, в низинах образовались большие лужи, машины застряли, люди ждут помощи. А еще в многоквартирном доме по улице Пионерской ветер сорвал крышу с дома. Кстати, это не первое стихийное бедствие в регионе, из-за чего власти открыли счет для оказания финансовой поддержки пострадавшим от последствий сильных дождей, наводнения и ураганного ветра. На японском острове Кюсю в Японии происходит извержение вулкана Сакурадзима. Огромные столбы пепла поднялись на высоту до 6 километров, над вершиной Минамия-Дакая. Предыдущее извержение гиганта наблюдалось примерно неделю назад. Тогда вулкан выбросил пепел на 4 километра. Сакурадзима является действующим стратовулканом. С 1955 года он постоянно извергается. А еще интересный факт. Благодаря ремесленной керамике, которая изготавливается с использованием вулканического пепла, это место посещают множество туристов каждый год. В Индии продолжаются наводнения и, как итог, масштабные оползни. Как заявили власти, пропавшими без вести на данный момент числится 225 человек. Около 1 тысячи человек были спасены в пострадавших деревнях. Напомним, после проливных дождей не менее трех оползней сошли в округе Ваенат в индийском штате Кирала. Более 3 тысяч жителей были в срочном порядке эвакуированы во временные убежища. В зону бедствия власти направили пожарных, полицию, военных и спасателей. Однако добраться до пострадавших районов трудно из-за размытых дорог и разрушенных мостов. Использовать вертолеты мешают сильные дожди. Сильные лесные пожары в Греции вспыхнули на фоне сильной жары. Как пишут СМИ, по меньшей мере две деревни были эвакуированы из-за лесного пожара на втором по величине острове Греции ФБЭ, который, отметим, к настоящему времени удалось локализовать благодаря усилиям пожарных при поддержке вертолетов и самолетов. Однако сильный ветер все еще не дает потушить огонь полностью. А еще в Испании пожары. Как заявляют власти, на большей части территории Испании, которая сейчас переживает третью волну тепла и это за последние две недели объявлен красный уровень опасности из-за жары и пожаров. А ведь тут сейчас плюс 44 градуса за окном. В качестве меры предосторожности несколько сотен жителей в муниципалитете Бенассау в восточном регионе Валенсии эвакуировали из своих домов из-за вспыхнувшего на близлежащих холмах пожара. В рамках рубрики «А что там под водой» сегодня у нас Ринхоцинентес дубаренсис, широко известная как верблюжья креветка и креветка-петлеклюв. Это вид креветок, обитающий в Индотихоокеанском регионе. Креветка длиной до 4 сантиметров имеет большие черные глаза и красные и белые линии на полупрозрачном теле. Креветка встречается в ложбинах и расщелинах глубиной от 5 до 35 метров. Землетрясение в Турции магнитудой 4,4 произошло в турецкой провинции Восточная Анатолия. Об этом сейсмособытие сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Афат. Согласно данным, в 5.52 по местному времени в районе Эшелюрд города Малатья были зафиксированы подземные толчки силой 4 плюс балла. Очаг подземных толчков находился на глубине в 10 километров. А еще если верить американскому ресурсу Earthquake List, землетрясение в Украине было зафиксировано неподалеку от Одессы. Подземные толчки в 3,7 балла, что хоть и слабо, но подобное тут не так часто. Также за последние 7 дней сотрясло Чернавцы город на западе Украины в 40 километрах к северу от румынской границы и в 50 километрах от молдавской границы. Толчки магнитудой 2,8. И вот тут так и хочется спросить, друзья, неужто все эти наводнения, землетрясения, ураганы, извержения вулканов – это уже вариант нормы? Пишите, что думаете и не болейте. Всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok